здравствуйте друзья у нас продолжаются вопросы по поводу поиска работы и вот молодой человек начинается только искать работу с ним и штатах он видео не смотрелся там начитался как бы подготовлен но он исходит я кстати не уверен что он про правильно искать полагает он исходит из того что первые интервью он все равно провалит поскольку у него еще опыта нет совершенно не обязательно должно быть провален я думаю что хоть какой-то вопрос который у вас возникнет значит он неожиданный и вы не знаете о нем заранее и не в состоянии подготовиться заранее я не понимаю почему несколько интервью должны быть обязательно провален но по-любому значит вопрос такой человек спрашивает а вот поскольку я наверняка там провалю первые а хотелось бы как бы совершенствоваться вот значит удобно спросить у интервьюера чтоб он как бы оценку дал да то есть объяснил может какие места прокольные там и тогда и там еще есть и он дальше добавляют в этом вопросе я тут подумал что можно записать на аудио там сам разговор и потом анализировать я хочу сказать что это нелегально такая деятельность неразрешенная вот то есть если вы даже делаете то что помалкиваете не надо никого пугать но тут вот какая тонкость дело в том что интервьюирующий народ бывает разные есть люди с снятием ну как бы понимают новичок там все дела есть люди занятые у них свои дела позиция интервью работа такие сухие такие и даже те люди которые в принципе с удовольствием мы с вами поговорили а вот мы с этим все время сталкиваемся потому что у нас компании там почти каждый день кого-то интервью и мы хотим от них какой-то фидбэк да ответ какой-то получить как там что чего и некоторые там свои ребята они так неформально могут что-то рассказать а многие в большинстве в серьезном они ничего не говорят почему это так происходит потому что в юридическом смысле есть ответственность за то что ты говоришь люди если ты компания а он пришел на интервью вот есть некоторая ответственность поэтому если вы начнете вот допустим вы пришли на интервью человек он говорит у вас там слабый английский эти недостаточно хороший английский может быть девять человек из десяти скажет ну да я вот работу на этого к этому отцом давай там работай приходи там через несколько месяцев может может еще чем но один из десяти скажет как это у меня не в нем не нормально английский вот я уже там десять интервью пришел мне никто не говорил что у меня английский ненормальный я вот вчера в магазин ходил кефир покупал и мы там даже с продавцом там обменивались шутками нет то есть не адеквата сколько хочешь ни один человек не хочет не сам не компанию свою процент подставить никому это не нужно поэтому люди болезненно воспринимают когда им говорят о недостатках и черт знает если вам скажут что вы профессионально не тянете пойти очень многие люди начинают болезненно относиться к этому кроме того если это человек из другой страны он новичок он он вообще не понятно что это это уже начинаются культурные какие-то различия вот светлана хочет добавить скажи я думаю что это еще разные разные менталитеты дело в том что в америке вообще не принято говорить ничего плохого человеку то есть допустим никто никогда не скажет что у тебя плохой английский а наоборот тебе скажут ой какой у тебя замечательный английский имея ввиду что ты можешь два слова связать при этом ничего плохого не спрашивает специально поймали нет ну вот я тебя никто никогда не ответит на этот вопрос правды они всегда скажут что все в порядке все окей я даже расскажу один конкретный пример значит наша знакомая они наняли на работу девочку и девочка очень плохо работала совершенно ей эта работа была не не в дугу и моя знакомая она говорит что ну мы не собираемся оставлять потому что такой работник нам не нужен я дар а почему-то ей об этом скажешь она горитая и что новый и несколько да почему-то я об этом не скажет а то что она делает не годится всем по качество это кто ее мама или сестра или это моя родственница почему должна ее воспитывать я воспитывать не хочу я просто работе возьму все и вот это то как американцы относятся к этому вопросу это вот очень показательно поэтому ее просто они не продлили там контракт или что-то не взяли на фултайм работу не взяли не То есть даже если человек не понравился, ему никогда в лицо об этом не скажешь, потому что никто не хочет нести ответственность за сказанные слова, чтобы его, не дай бог, потом судили. И все будут держаться в рамках закона и в рамках этичности. Я не знаю, что это за имя, что под этичностью, но... Ну, чтобы ничего плохого, не дай бог, не сказать. Грубо говоря так, ни в обществе в целом, ни на производстве, в частности, не положено людям гадости говорить. Но тут особая ситуация, если человек спрашивает, не могли бы вы подсказать, может быть, как мне в следующий раз лучше, что мне лучше. Кому можно этот вопрос задать? Если человек устраивается на работу через агента, то у агента можно попросить, слушай, ты там узнай в компании, какой была реакция на мое интервью и скажи мне. Он тоже не скажет. И агент может сказать, да, вот ему не понравились твой английский. У меня, например, была тоже такая ситуация... Еще раз, Света, еще раз. Агент тебе может сказать, ты можешь потом, ссылаясь на слова агента, свои претензии оформить в компании. Света, это не... Нет, ну, всякие вещи. Вот я тебе скажу, у меня была такая реальная ситуация. Я работала в одной компании, и туда интервьюировался еще один человек русскоязычный. То есть, да, не туда, нет. Он интервьюировался в какую-то другую компанию, а эта агентка просто была моя знакомая. И она мне звонит и говорит, слушай, они там в компании... Она не ему позвонила сказать об этом, она мне позвонила, то есть третьему лицу. Который заикался там? Да. И говорит, слушай, он совершенно не может по-английски говорить. Я говорю, да нет, послушай, это не то, что он не может говорить. Я говорю, просто он заикается. Он физический дефект. Да, и поэтому он не может б-б-б-б, и не может... Она так обрадовалась, потому что, когда человеку с физическими недостатками, компания не имеет права его дискриминировать на этой основе. И она сказала, классно, все, отлично, они его возьмут и никуда не денутся. И он работает, уже прошло 20 лет, он по сей день сидит в этой компании. Да. И поэтому вот такие вот вещи тоже бывают. Это компания, которую знают все, да. Ну, да, началось с этого. Все-таки, еще раз, Свет, она ему не говорила. Она ему не говорила. Никогда не скажет в лицо, да, никогда. Правду, так скажут, да, все отлично, да, замечательно. Но, в этой ключе, рассчитывать, что с тобой поговорят, ты не можешь. Значит, что вы можете сделать? Вы можете обратиться к людям, например, найти их на Линкдине. У меня есть на portnov.com.ru, у меня там есть лекции, как работу искать. Я там по-русски все это рассказываю. В частности, вот, вы можете где-нибудь на Линкдине найти людей, которые в вашей профессии, и обратиться к ним неформально, и сказать там, здравствуй, Джим, я новенький, туда-сюда. Вот, могу ли я тебя попросить о такой любезности со мной провести informational interview во время ланча. Я готов там подъехать, там, туда-сюда. Вы к 10 человекам обратитесь, там, может быть, 3-4 согласятся. И вы к ним пойдете, вы покажете резюме, они вам посмотрят, чего-нибудь скажут, поспрашивают, посоветуют. Никаких проблем нет. Больше того, может быть, половина из них вам скажет, слушай, давай-ка свое резюме, я там знаю, кому его отдать. Понимаете? Вот. Многие специально ходят на informational interview, не для того, чтобы оно было informational, а для того, чтобы кто-нибудь сказал, давай, твое резюме. Но смысл в том, что если тебе нужен какой-то фидбэк, иди к людям, которые хотят дать тебе фидбэк и готовы на это тратить время. И это не то, чтобы это сложно найти людей таких. Если вы в профессиональной области какой-то работаете, принято помогать коллегам. Это как бы обычное дело. Вот я бы на этом, наверное, и закончил. Субтитры сделал DimaTorzok